Видите, идея заключается в том, что есть священные предметы, они связаны с верой. Вот, допустим, мама верила в Бога, дала крестик, теперь ее вера передается через крестик. Человек для того, чтобы побеждать судьбу, должен контактировать со святостью. Если он не знает эту силу, что такое святость, он не может побеждать судьбу, потому что святость переводится, исходит от слова «свет». А свет — это и есть победа. Ну, то есть свет или энергия счастья — это то, что нам не хватает в жизни. Судьба забирает счастье у человека, а свет наполняет счастьем, делает счастливым человек, освобожденным от страданий, от горя. Человек должен научиться верить в святость, в святые предметы, в святых людей, в иконы святые, в святые места, в святую воду. Верить означает сильно помнить, сильно концентрироваться. И мы с вами именно этим сейчас будем заниматься. То есть люди поют о Боге, молитву, и мы сильно концентрируемся на них, повторяем «я желаю всем счастья» вместе с ними. Зачем? Чтобы почувствовать, что происходит. Кто вчера почувствовал спокойствие в сердце? О, вы почувствовали связь. Кто почувствовал, что вы поняли, как жить в это время, что делать? Есть такие люди? Еще больше, еще глубже пробило вас. А кто из вас почувствовал силу? Вот я повторяю, я желаю всем счастья, вам сильнее стало жить, как-то крепче. Вот, это тоже самое. Это означает «сила», означает «разум включился». Ну, то есть, понимаете, вера означает практика. Вера не означает что-то слепое. Надо тренироваться. Вот люди поют, это в святость. Они связаны с Богом. Мы слушаем их. Когда человек слушает, он обретает силу, то есть веру. Точно так же, как крестик действует или икона. Если ты практикуешь связь, отношения с чем-то, ты обретаешь способность побеждать судьбу. Эта практика называется «внутренняя жизнь». Она труднодоступна для людей, ее в школах не учат этому. Дома тоже не будете делать, потому что лень. Надо включиться же. Поэтому уникальная возможность для вас сейчас. Сидьте все прямо. Слушайте внимательно голос тех, кто молится. Я не православный человек. Меня невозможно обвинить сейчас в том, что я вас заманил куда-то. Потому что я не православный. Видите, как хитро все. Вам можно смело слушать православную молитву. И повторять «я желаю всем счастья», слушая их внимательно. Это даст возможность понять, как работает этот метод. Мы концентрируемся на тех, кто молится. Или на святом месте, на святом крестике, на святой воде и так далее. Вера означает практика. Ты уже имеешь опыт. Когда ты сосредоточился на этом, твое сердце наполняется силой. Ты побеждаешь судьбу. Я вам рассказывал три стадии. Сначала спокойствие внутри, возможность влиять или общаться. Потом изменения внутри кого-то уже происходят. Чудо происходит на третьем методе.